Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. На заднем фоне, возможно, слышно музыку. Мы просто гуляем сейчас в парке. У нас сегодня латерненфест, так называемый. Поэтому приехали разные карусельки, приехали разные продавцы, и вот музыка там, и всё такое. Но я надеюсь, что не сильно, блин, жарко сегодня. В этом видео хочу поговорить вот о чём. Хочу рассказать о двух главных, мощных секретах, которые помогут резко увеличить продажи книг в книжном бизнесе на Амазоне, и которые помогут дистанцироваться от конкурентов и в идеале вообще доминировать просто выбранную нишу. Если тебе это интересно, если ты занимаешься книжным бизнесом, тогда обязательно посмотри это видео до конца. Итак, два секрета, которые помогут оставить конкурентов позади и доминировать нишу. Секрет первый – это, естественно, создание своего бренда. Можно делать дигитальный бренд, цифровой бренд. Если есть возможность, то можно как бы и оффлайн тоже создавать также свой бренд. Что я имею в виду, о чём я говорю? Смотрите, вы выбрали, допустим, нишу, ну, я не знаю, давайте возьмём «Саморазвитие», «Призонничка и Центвиклунг» и ниша, к примеру, «Самодисциплина». Пускай будет «Самодисциплина». И вот в этой нише там, допустим, есть, ну, ещё человек 20-30 разных авторов книг, которые вот выпускают в этой нише книгу. И получается, что ты выпускаешь свою книжку в этом, в этой нише, и тебе нужно конкурировать с этими людьми. Один из вариантов, если ты работаешь на опережение и в долгосрочной перспективе хочешь без усилий продавать все свои книжки, как только книжка вышла, и она как горячие пирожки расходится, и самое главное, что это только, чтобы это происходило постоянно, а не только в первый там месяц-два, да, после выхода книги, тогда очень важно создать свой персональный цифровой бренд автора, чтобы у тебя появились свои фанаты, чтобы у тебя появились подписчики, которым эта тема интересна, чтобы ты позиционировал себя как эксперта в этой теме, да, ну, в нашем примере это самодисциплина, да, взял дисциплин, и большая такая ниша, да, это пертемечка от Синтвиклунг. И вот, когда ты это сделаешь, тебе не нужно будет больше заботиться о клиентах, так как это делать нужно, допустим, в начале, когда ты только создаешь свой, запускаешь свой книжный бизнес на Амазоне. Когда ты создал себе бренд, у тебя есть уже толпа фанатов, у тебя есть Райшвайта, у тебя есть уже куча людей, которые готовы покупать твои книги, которые готовы следовать за тобой. Еще одна фишка, которая очень хорошо из этого вытекает, как бы, да, что когда ты создал свой бренд, ты можешь продавать не только книжки, да, на Амазоне, ты также можешь эти книги переработать и в цифровые информационные продукты. В Германии очень легко и очень прибыльно это дело, да, продавать информационные продукты. Главное, чтобы эти продукты действительно были ценными и полезными, и помогали людям решать их проблемы. Ты эти книжки можешь также переработать в коучинговые программы, продавать коучинги, которые будут стоить 2, 3, 4, 5, 6 тысяч евро, в зависимости от ценности, которые они будут нести. И поэтому я всегда своим ученикам говорю, что когда ты собрался заняться книжным бизнесом на Амазоне в Германии, первое, что тебе нужно сделать, выбрать не только, не просто там какую-то нишу, да, и тему для книжки, а тебе нужно выбрать именно то, что тебе вот реально по душе, от чего тебя прет, что тебе интересно. И в идеале, если ты в этом уже имеешь какие-то навыки, знания или опыт. Почему это важно? Потому что потом, когда я обучаю своих учеников создавать персональный бренд автора, да, как дигитальный бренд, там, или если у человека есть возможность, тогда и оффлайн тоже немножко кое-что делать. Потому что когда ты будешь работать над созданием своего бренда, если ты взял тему и нишу, которая тебе неинтересна, которую ты взял просто, чтобы там срубить бабла, ты выгоришь. И это люди будут видеть и чувствовать. Ты просто выгоришь, и тебе никто не будет верить. Как создается бренд? Ну, это тяжело объяснить в двух словах, потому что там на самом деле материала на два часа как минимум. Вкратце могу сказать, что самое простое, банальное, что может сделать абсолютно бесплатно, и каждый из вас, это просто начать ввести, то есть выбрать опять-таки нишу и тему своего бренда, то есть на какую тему ты будешь писать книгу, соответственно, на какую тему ты будешь создавать свой бренд. И дальше просто ввести свои социальные сети, открыть, может быть, YouTube-канал, Instagram, Facebook, неважно. Ввести просто контент-маркетинг, то есть давать ценность, давать полезность именно в рамках вот этой вот темы, чтобы люди понимали, что окей, вот Вася Пупкин, он вот эксперт по самодисциплине, и вот если я хочу улучшить свою самодисциплину, то значит мне вот именно к нему надо, мне именно туда надо идти. Вот у него там много материала, да. Это самое банальное, самое простое, что можно сделать. Просто выдавать хотя бы стабильно, хотя бы там один-два раза в неделю ценный, полезный материал, который будет помогать людям. Естественно, в каждом посте, в каждом видео, подкаст, кстати, тоже можно использовать, тоже канал трафика. В каждом посте, в любом материале, который ты выдаешь людям бесплатно, нужно давать призыв к действию. То есть у тебя должна быть какая-то площадка, куда людей можно будет направлять, и дальше их конвертировать, например, в лиды, да, то есть собирать их e-mail-адреса. Собирать их e-mail-адреса, и дальше по e-mail давать немножко более эксклюзивный материал, да, более глубже уходить в тему, более детально прорабатывать их проблемы. И затем дальше можно продавать через e-mail-рассылку свою книгу через Amazon, если это твоя цель, или же, если ты хочешь пойти в коучинговый бизнес, продажу информационных продуктов, то, соответственно, через e-mail-рассылку дальше продавать свои вот эти коучинговые продукты и услуги какие-то, да, в рамках своей темы и ниши. И второй секрет заключается в простой штуке, как создание серии книг, да, selbstdiscipline, например, für ein Fänger, selbstdiscipline für Frauen, selbstdiscipline für Männer, selbstdiscipline für ab Kürze, selbstdiscipline für die Arbeit, и так далее. Это вот в нашем случае, да, в конкретном, который вот мы взяли, да, самодисциплина. И вот выпускаешь серию книг, они должны вот называться все примерно одинаковые, то есть само главное название книги, серии книг, да, оно одинаковое, а дальше уже второе название книги, поясняющие, они уже могут отличаться, да. И что это даст? В итоге, когда люди, допустим, на Амазоне будут покупать, там, находить одну из твоих книг, им будет показываться сразу серия книг, автоматические серии твоих книг, им будут рекомендовать сам Амазон приобрести также и другие книги. И вполне реально и вполне возможно, что эти люди также возьмут потом и несколько других твоих книг. В результате ты просто автоматом увеличиваешь продажи своих книг просто за счет того, что ты выпустил серию книг. Серию книг, которые ты, на темы, которые ты все равно как бы когда-то выпустил. То есть ты бы все равно когда-то написал книгу там для, ну, я не знаю, в нашем примере, пусть с тобой, «The discipline for Frauen», «The discipline for Männer». Там разные психологические моменты. Мужчины, да, психология мужчин работает немножко по-другому, чем у женщин. Мозги работают по-другому, чем у женщин. Соответственно, там и подход немножко разный должен быть, да. И вот, выпуская серию книг, ты просто-напросто даешь возможность Амазону самому рекламировать твои книги таким вот как бы, то есть человек нажал на твою книжку, а он говорит, Амазон ему говорит, «Смотри, парень, а вот здесь есть еще такие книжки, да, похожи от этого автора же. Вот такая, 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 мы рекомендуем тебе, или другие купили вот такую, такую, такую». И в итоге человек, который вот хочет решить свою проблему, он покупает, может быть, две книжки, может быть, три, может быть, все, всякое разное бывает. И вот эти два секрета, они очень сильно помогают в результате, когда это все проделать. Понятно, что это не делается не за час, это не за там месяц, да, это долгосрочная такая работа, которая минимум, в зависимости, опять-таки, от темы, от ниши, от возможностей человека, на которую может уйти, ну, минимум, это 5-6 месяцев, и наверх, на потолка, потолка на самом деле нет, потому что, естественно, чем больше работать в этом направлении, тем более рентабельнее и выгоднее в итоге оно для тебя становится в долгосрочной перспективе. И вот используя эти две простые вещи, две простые штуки, можно очень сильно и резко увеличить продажи своих книг, можно доминировать свою тему, что в результате Амазон будет просто на первых страницах показывать только тот материал, который ты выложил, только твои книжки, которые ты создал. И, по сути, если другие люди платят за это деньги, да, за рекламу, которую они включают там на Амазоне, то твои книжки просто сами будут Амазоном рекламироваться везде по данной теме. И ты в итоге оставишь всех своих конкурентов позади, ты доминируешь нишу, у тебя будут дополнительные источники трафика, да, людей, интересующихся вот по этой теме, потому что ты будешь прорабатывать свой персональный бренд, ты будешь использовать материал на других социальных площадках, то есть не на самом Амазоне, а на, например, в Фейсбуке, на Ютубе, на Инстаграме. И можно увезти всех людей, например, на твой профиль автора на Амазоне, где они могут познакомиться с тобой еще поближе, узнать твою биографию, посмотреть твои книжки. На Амазоне в профиль автора можно также ставить различные интересные видеоматериалы, фотоматериалы, все это помогает выстраивать базу фанатов, базу людей, которые помогут потом тебе что-то там ползают в кустах, которые помогут тебе в итоге продавать все больше и больше книг, потому что ты, по сути, ты станешь вот как вот у артистов есть, да, что вот там известный артист, у него куча фанатов, да, и вот он там на своих соцсетях делает пост, что вот приеду там такого-то числа в этот город, концерт, там все дела, да, приходите, кому интересно, повеселимся, оторвемся и набирают люди полные залы, продают все билеты. Вот то же самое можно делать с профилем автора и через соцсети тебя, когда ты брендируешь себя как автора там в определенной теме и ниши, как эксперта. И на самом деле здесь можно еще больше и дальше развить и намного больше денег зарабатывать, чем просто на книжном бизнесе на Амазоне в Германии. Вот такое видео, надеюсь, оно было для вас интересно и полезно. Если да, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. Кому интересно, как запустить книжный бизнес на Амазоне в Германии, кому нужна помощь, кому нужно обучение, кто хочет попробовать. У меня есть офигенная обучающая программа по книжному бизнесу на Амазоне в Германии. За 90 дней мы с вами запускаем ваш книжный бизнес, выпускаем книжку, которая начинает приносить пассивные денежки. Все подробности по обучению вы найдете в описании под этим видео, есть ссылочка. Нажимайте, читайте, смотрите, если кому что-то интересно будет. Свяжитесь со мной, мы дальше там посмотрим, как мы можем быть друг другу полезны. Кому нужна консультация по созданию пассивного дохода в Германии через интернет, также в описании под этим видео есть ссылочка, где всю информацию можно узнать, как со мной связаться, как получить бесплатную консультацию и как все это дело пойдет дальше. Кому интересно, у меня есть еще книжка «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля», где я описал подробно, пошагово 4 способа, как можно создать пассивный доход в Германии через интернет, даже параллельно с работой, где я рассказал подробно 2 пассивных способа умножения денег через силу сложного процента, когда ты создаешь пассивные источники дохода, эти деньги можно потом использовать для пассивного умножения денег, то есть, по сути, ты получаешь несколько источников пассивного дохода, деньги потекли, ты берешь эти деньги, вкладываешь в интересные такие перспективные штуки и эти деньги сами начинают себя размножать, они начинают прокручиваться и в итоге начинают сами себя размножать. Вот что это, как это работает, все это я описал в своей книжке «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля», ссылочка на книжку также в описании под этим видео, кому интересно, заходите, кликайте, читайте, смотрите, покупайте. На этом все, желаю вам приятного дня и до новых встреч в следующем видео. Пока. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться и как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую то, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.